Слово против упивающихся и о воскресении. Мы отложили бремя поста, но не будем откладывать плодов поста, потому что можно отложить бремя поста и собирать плоды поста. Прошел труд подвигов, но не должно проходить усердие к добрым делам. Прошел пост, но пусть останется благочесть, или лучше сказать, не прошел и пост. Впрочем, не бойтесь, это сказал я, не думаю проповедовать вам о другой четыридесяти. Но желаю внушить вам такие же добродетели. Прошел пост телесный, но не прошел пост духовный. Этот лучше того, и тот установлен для этого. Так тогда, когда вы постились, я говорил вам, что постясь, можно не поститься. Так и теперь говорю, что можно не постясь, поститься. Может быть эти слова кажутся загадкой, но я приведу и разрешение вопроса. Как можно постясь, не поститься? Это бывает тогда, когда кто-нибудь воздерживается от яств, а не воздерживается от грехов. Как можно не постясь, поститься? Это бывает тогда, когда кто-нибудь вкушает пищу, но не услаждается грехом. Этот пост лучше того, и не только лучше, но и легче. Во время того поста многие ссылались на свою телесную слабость, на жестокий зуд. Я весь в чесотке, говорили они, не могу выносить ни омовения. Питье воды мне вредно, я не могу употреблять в пищу овощей. Много такого слышал я тогда от многих. А при этом посте нельзя сказать ничего подобного. Пользуйся омовениями, участвуй в трапезе, употребляй вино умеренно. Если хочешь кушать мясо, никто не препятствует. Пользуйся всем, но только воздержись от греха. Видишь ли, как этот пост легок для всех. При нем нельзя ссылаться на слабости лесные. Это чистое дело души. Можно и не пивши вина быть пьяным. Равно можно пить вино и быть трезвым. А что бывает опьянение без вина? Послушай пророка, который говорит. Горе пьяным без вина. Как можно упиваться без вина? Когда ты не будешь умерять необузданностью страстей благочестивым размышлением. Можно пить вино и не быть пьяным. Если бы это было невозможно, то Павел в послании к Тимофею не дал бы такого предписания. Треть пей немного и вина ради немощи твоего желудка и частых твоих недугов. Опьянение есть нечто иное, как неестественное иступление души, извращение помыслов, недостаток рассуждения, отсутствие соображения. А то происходит не от одного опьянения вином, но это опьянение грехом, гневом и непристойной похотью. Как горячку производит и бессонница, производит и изнурение, производит и уныние, производит и испорченные соки и различные причины. А страдания и болезни бывают одна и та же. Так и здесь. Опьянение происходит и от вина, происходит и от похоти, происходит и от испорченных соков, и от различных причин. А страдания и болезни одна и та же. Будем же воздерживаться от пьянства. Не говорю будем воздерживаться от вина, но будем воздерживаться от пьянства. Не от вина происходит пьянство. Вино есть создание Божие. А создание Божие не причиняет ничего худого. Но порочная вода производит пьянство. А что можно упивать и иначе? Не одним вином. Послушай, что говорит Павел. Не упивайтесь вином, говорит он. Что можно упивать все иначе? Не упивайтесь вином. В нем же есть блуд. Удивительным образом в кратких словах выразил он все осуждение пьянца. Что значит? Не упивайтесь вином. От него же бывает распутство. Блудными называем мы тех молодых людей, которые, получив отцовское наследство, тратят все вдруг, не рассуждая кому, что нужно дать и когда дать, но без разбора и одежды, и золото, и серебро, и все отцовское богатство и сдерживают на блудниц и развратников. Таково пьянство, овладевая умом пьянствующих, как бы распутным юношею, и пленив их рассудок, оно заставляет их истращивать весь запас мыслей неосмотрительно и безо всякой осторожности. Пьяный не знает, что нужно говорить и о чем молчать, но постоянно открыт рот его. Нет ни затвора, ни дверей на устах его. Пьяный не умеет распоряжаться речами своими с рассуждением, не умеет расположить богатство мыслей, не умеет одно приберечь, а другое сдержать, но все тратит и извергает. Пьянство есть добровольное неистовство, утрата рассудка. Пьянство есть нечестие, над которым смеются, болезнь, над которой издеваются. Произвольное беснование. Оно хуже умопомешательства. 476. Хочешь ли знать, как пьяный бывает хуже и бесноватого? Бесноватого все мы жалеем, а от этого отвращаемся. Тому сострадаем, а на этого гневаемся и негодуем. Почему? Потому что у того болезнь от дьявольской напасти, а у этого от беспечности. У того от козни врагов, а у этого от козни собственных помыслов. Но терпит пьяный то же самое, что и бесноватый. Так же кружится, так же приходит выступление, так же падает, так же извращает глазные зрачки, так же трясется, лежа на земле, и спускает изо рта пену, и таким образом изливает нечистую слюну, и уста его наполняются невыносимым зловонием. Такой человек неприятен для друзей, смешон для врагов, презирается слугами, отвратителен для жены, не сносен для всех, противней самых бессловесных. Бессловесные животные пьют до толи, пока чувствуют жажду, и ограничивают пожелания потребностью, а этот по невоздержании своему простирает пожелания, далее потребности, и становится безрассудней бессловесных. Особенно же тяжело и то, что эта болезнь, полная стольких зол и производящая столько несчастья, даже и не считается виною. Но за столами богатей бывает соперничество и состязание в этом сраме, и сильно спорят друг с другом о том, кто покажет себя образцом в этом деле, кто более возбудит смеха, кто более ослабит свои нервы, кто более изнурит свои силы, кто больше оскорбит общего владыку. Тогда можно видеть дьявольское состязание и соревнование. Пьяный жалок более мертвого. Этот лежит бесчувственный и не может делать ни добра, ни зла. А тот способен делать зло, и закрыв душу, как в могиле в своем теле, мертвым является свое тело. Видишь ли, как он жалкий бессноватого, как бесчувственный мертвых. Хочешь ли, я скажу еще нечто большее и тягостнейшее всего этого. Пьянствующий человек, говорит Писание, в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 9-10 стих. «Или не знаете, что неправедное царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники царствия Божие не наследуют. Слышал ли, какой сон он поместил его? Какой? Вместе с развратниками, с блудниками, с идолослужителями, с прелюбодеями, с хульниками, с любостяжателями, с грабителями. Итак, что же? Неужели, скажешь, пьяница и развратник одно и то же? Неужели пьяница и идолослужитель одно и то же? Не говори мне этого, человек. Я прочитал тебе божественные законы. Не требуй у меня отчета. Спроси Павла, и он ответит тебе. Я не могу сказать, вместе ли с ними, или не вместе с ними, он подвергнется наказанию, но что он подобно идолослужителю будет лишен царства. Это я могу утверждать со всею силою. А если это несомненно, то для чего ты требуешь у меня отчета в том, как велика мера этого греха, если он останется за дверями, если он лишится царства, если не получит спасения, если будет послан на вечные мучения, то для чего ты представляешь мне меры весы и степени грехов, поистине возлюбленное ужасное и весьма тяжкое дело пьянства. Не о вас я говорю, да не будет. Я вполне убежден, что ваша душа чиста от этой болезни и этой страсти, и доказательством вашего здоровья служит пребывание ваше здесь, усердное собрание, внимательное слушание, потому что никто, упивающийся вином, не может жаждать божественных изречений. Не упивайтесь ни вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Ефесянам 5.18 Вот прекрасное опьянение. Насыщай душу свою духом, чтобы не насыщать ее пьянством. Наперед займи этим свою душу и свои помыслы, чтобы не нашла место в них та бесстыдная страсть. Посему он не сказал, причащайтесь духом, но исполняйтесь духом. До верха наполни духом свою душу, как чашу, чтобы дьявол уже не мог вложить в нее ничего. Нужно не просто причащаться духа, но исполняться духом, псалмами, пениями и песнопениями духовными, которыми вы исполнились сегодня. Поэтому я и уверен в вашем воздержании. Есть у нас прекрасная чаша упоения. Чаша упоения, производящая воздержание, а не расслабление. Какая же? Чаша духовная, чаша спасительная, чистая чаша крови Господней. Она не производит пьянства, не производит расслабления. Она не расслабляет силы, а возбуждает силы. Не ослабляет нервы, но напрягает нервы. Она производит бодрость, она служит предметом благоговения для ангелов, предметом ужаса для бесов, предметом почитания для людей, предметом любви для владыки. Видишь, как говорит Давид об этой чаше духовной, предлежащей на этой трапезе? Псалом 22, 5. Ты приуготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил Елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Дабы ты, услышав слово упоение, не испугался вдруг и не подумал, что оно производит слабость. Он добавляет, Чаша моя преисполнена. Новый образ упоения влагает крепость, делает бодрым и сильным. Он истекает из духовного камня. Он не извращает помыслов, а возбуждает помыслы духовные. 478. Будем же упиваться этим упадением, а от того будем воздерживаться, чтобы нам не посрамить настоящего праздника. Настоящий же праздник есть праздник не земли только, но и неба. Ныне радость на земле, ныне радость на небе. Если при обращении одного грешника бывает радость на земле и на небе, то тем более будет радость на небе, когда вся вселенная исторгнута из рук дьявола. Ныне ликуют ангелы, ныне радуются архангелы, ныне Херувимы и Серафимы празднуют с нами настоящий праздник. Они не стыдятся подобных им рабов, но сорадуются нашим благом. Хотя получена эта благодать от владыки нами, но удовольствие общее у них с нами. И что я говорю о подобных нам рабах? Сам владыка их и наш не стыдится праздновать вместе с нами. Почему же следует сказать, что и он не стыдится? Сильно желал я, говорит он, есть с вами Пасху. А если он вас желал праздновать вместе с нами Пасху, то очевидно празднуете воскресенье. Итак, когда радуются ангелы и архангелы, и владыка всех небесных сил празднует вместе с нами, какой может оставаться еще повод к печали? Никто из бедных пусть не унывает по причине своей бедности, потому что это духовный праздник. Никто из богатых пусть не превозносится богатцу, потому что от денег нисколько не может увеличиться радость этого праздника. На праздниках мирских и житейских, где бывает великое невоздержание, где обильная трапеза и объедение, где бесчинство и смех, где всякая сатанинская роскошь, там по справедливости бедному бывает грустно, а богатому весело. Почему? Потому что богатый устрояет обильную трапезу и более наслаждается роскошью, а бедному бедность препятствует показать такую же пышность. А здесь нет ничего подобного. Одна трапеза для богатого и для бедного. Богат ли кто, он не может прибавить ничего к этой трапезе. Беден ли кто, он при своей бедности нисколько не меньше может участвовать в предложенном, потому что это божественная благодать. И что удивляешься ты, если одна и та же трапеза и для богатого, и для бедного, для самого царя, носящего диадему, обреченного в багреницу, которому вручена власть над землей, для этого царя и для бедняка, просящего милостыни, предлагается одна и та же трапеза. Таковы дары владыки. Он допускает к участию в них, сообразуясь не с знатностью, а с произволением и образом мыслей. Когда ты увидишь в церкви бедного, стоящего вместе с богатым, простолюдина с начальником, незнатного с знатным, вне церкви, трепетавшего перед вельможами, стоящего внутри церкви без страха перед вельможами, то разумеешь, что значит, тогда будут вместе пастись волк и ягненок. Исаия 11.6. Волком Писание называет богатого, по агнцам бедного. Откуда же видно, что богатый с бедным будут вместе, как волк с агнцем? Слушай внимательно. Часто богатый и бедный стоят в церкви. Наступает час принятия божественных тайн. Богатый удаляется, как непосвященный. А бедный вступает в небесный обитель, и богатый не изъявляет негодования, так как знает, что он чужд божественных тайн. Но, о божественная благодать, не только равночестность существует в церкви по благодати Божией, но и часто бедные имеют перед богатым первенство в благочестии. Когда они стоят в церкви, богатство не приносит никакой пользы, имеющим мы его, без благочестия. И бедность нисколько не вредит верующим, с дерзновением, приступающим к святому жертвеннику. Это я говорю, возлюбленные, об оглашенных, а не вообще о богатых. Обрати внимание, возлюбленные, как иногда господин удаляется из церкви, а верующий раб приступает к таинствам. Госпожа уходит, а раба остается. Ибо Бог не смотрит на лицо человеческое. Итак, в церкви нет раба и свободного, но рабом Писание признает того, кто предан греху. Ибо творящий грех говорит оно, есть раб греха. И того признает свободным, кто освобожден божественной благодатью. К этой трапезии царь и бедняк приступают с одинаковым дерзновением, с одинаковой честью, а иногда бедняк даже с большей честью. Почему? Потому что царь, связанный бесчисленными делами, со всех сторон обуревается, как корабль. И делами причастны множеству грехов. Делается. А бедным в заботе столько необходимой пищи, провождая необремененную делами и безмятежную жизнь, оставаясь спокойным, как бы сидя в пристани, приступает к этой трапезе с великой безопасностью. Опять, на мирских праздниках в бедняку бывает грустно, а богатому весело. Не только по причине трапезы, но и по причине одежды. Так как, что они претерпевают по отношению к трапезе, здесь тоже переносят и по отношению к одежде. Когда бедный видит человека зажиточного, одетого в драгоценную одежду, то сокрушается и жалуется всем на свое злополучие. А здесь устранен и этот недостаток. Так как здесь у всех одна одежда, спасительная купель, севого Христа, крестившегося, во Христа облеклись, сказано. И так не будем срамить этого праздника пьянством. Владыка наш одинаково почтил богатых и бедных, рабов и господ. Отплатим же владыке за такое благоволение к нам, а самая лучшая отплата – чистота жизни и трезвенность души. Для такого праздника и торжества нужны не деньги и не издержки, а доброе произволение и образ мыслей, потому что именно такого рода здесь предметы купли. Здесь продается не что-нибудь вещественное, но слушание божественных изречений, молитва отцов, благословение священников, единомыслие, мир и согласие, духовные дары, духовные награды. Будем же праздновать этот величайший и светлый праздник, в который воскрес Господь. Будем праздновать его светло и вместе благочестиво. Господь воскрес и воскресил вместе с собой вселенную. Он воскрес, расторгнув узы смерти. Адам согрешил и умер, а Христос не согрешил, но также умер. Это необычайно и дивно. Тот согрешил и умер, а этот не согрешил и также умер. Для чего? Для того, чтобы согрешивший и умерший мог через несогрешившего и умершего освободиться от уз смерти. Так бывает и в денежных делах. Часто один бывает должником и не имея возможности заплатить, содержится в узах, а другой, не будучи должником, но имея возможность заплатить, уплачивает и освобождает виновного. Так было и с Адамом. Адам сделался должником и был во власти дьявола, но не имел возможности заплатить. Христос не был должником и не находился во власти дьявола, но мог заплатить долг. Он пришел и заплатил смертью за того, кто был во власти дьявола, чтобы избавить его. 480. Видишь ли действие воскресения? Мы умерли двоякою смертью, и потому ожидаем двоякого и воскресения. Христос умер одной смертью, потому он и воскрес одним воскресением. Как это? Я скажу. 5. Адам умер и по телу, и по душе, умер и грехом, и естеством. В день, в который вкусите от древа смерти, умрете. 5.2.17. Однако естеством он не умер в тот же день, но умер грехом. Это смерть души, а то смерть тела. Впрочем, когда ты слышишь о смерти души, то не подумай, что душа умирает, она бессмертна. А смерть души есть грех и вечное наказание. Посему и Христос говорит, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. Бойтесь же более всего могущего и душу, и тело погубить в день. А погибшее существует, но только незримо для того, кто лишился его. Смерть, как я сказал, у нас двоякая, потому и воскресение должно быть двоякое. А у Христа одна смерть, так как Христос не согрешил, но и эта одна смерть была для нас, так как он не подлежал смерти. Он не был повинен греху, следовательной смерти. Посему он и воскрес воскресением только от одной смерти. А мы, умершие двоякой смертью, воскресаем и двояким воскресением. Одним мы воскресли пока от греха, так как погреблись вместе с ним в крещении и восстали вместе с ним через крещение. Это одно воскресение, отпущение грехов. А второе воскресение, воскресение тела. Он дал тебе больше, ожидая и меньшего. Первое воскресение гораздо важнее последнего, так как гораздо важнее избавиться от грехов, нежели видеть тело воскресшим. Тело пало потому, что согрешило. Посему если грех есть начало падения, то начало восстания есть освобождение от греха. Мы уже восстали большим воскресением, свергнув тяжкую смерть греховную и сняв с себя ветхую одежду. Не будем же отчаиваться в меньшем. И мы некогда восстали этим воскресением, когда были крещены. И эти прекрасные агнцы, вчера вечером удостоившиеся крещения. Третьего дня Христос был распят, но воскрес в прошедшую ночь. И они третьего дня были объяты грехом, но восстали вместе с ним. Он умер телом и восстал телом. Они были мертвы грехом и восстали, освободившись от грехов. Земля произращает нам в это время весны розы, сиялки и другие цветы. А воды явили нам луг еще более приятным, нежели земля. Не удивляйся, что из вод произросли цветы. И земля производит растения не по собственной природе, а по повелению владыки. И вначале природа воду произвела движущихся животных. Да произведет, сказано, воды гадов душ живых. Повеление стало делом. И неодушевленное вещество произвело одушевленных животных. Так и ныне. Да изведут воды не гадов дух живых, но духовные дары. Тогда воды произвели бессловесных и безгласных рыб. А ныне они произвели рыб словесных и духовных рыб, уловленных апостолами. Идите, сказал ему Христос, и сделаю вас ловцами человеков. Он говорил тогда об этой именно ловле. Поистине это новый способ ловли. Рыболова извлекает из воды, а мы ввергаем в воду. Таким образом уловляем. Была некогда купель и у иудеев. Но послушай, какую имела силу эту купель, чтобы тебе узнать бедность иудеев, чтобы узнать богатство церкви. То была купель водная. И ангел сходил туда и возмущал воду. Потом после возмущения воды входил в нее один из больных и исцелялся. Один только в год исцелялся. И тотчас благодать отнималась. Не по бедности дающего, а по слабости принимающих. И так ангел сходил в купель и возмущал воду. И один из больных исцелялся. Сошел владыка ангелов в Ярдан и возмутил воду и исцелил всю вселенную. Посему там второй, сходивший после первого, не исцелялся, потому что такая благодать дана была иудеям немощным бедным. А здесь, если после первого идет второй, после второго третий, после третьего четвертый, и хотя бы десять, хотя бы двадцать, хотя бы сто, хотя бы тысячи, и хотя бы ты вверх всю вселенную в эту купель, благодать не истекает. Дар не истощается, струи не скверняются. Новый род ощущения. Он не телесный. Там, чем больше тел будет омывать вода, тем более загрязняется. А здесь, чем больше лиц омывает она, тем делается чище. 482. Видишь ли величие дара? Соблюдай же, человек, величие этого дара. Непозволительно тебе жить безразлично. Назначь себе закон со всей точностью, потому что жизнь есть подвиг и борьба, а подвязающегося от всего воздерживается. Сказать ли тебе один лучший и безопасный образ действий? Изверним из души то, что кажется безразличным, но рождает грехи. Из действий одни суть грехи, а другие не грехи, но бывают причиной грехов. Например, смех. По природе не есть грех, но он бывает грехом, если простирается через меру. Потому что от смеха происходит насмешливость, от насмешливости срамословие, от срамословия, постыдные дела, а за постыдными делами наказание и мучение. Исторгни же прежде корень, чтобы исторгнуть всю болезнь. Если мы будем остерегаться безразличного, то никогда не впадем в запрещенное. Так для многих кажется безразличным смотреть на женщин. Но от этого рождается бесстыдное вожделение. Из вожделения блуд, от блуда опять наказание и мучение. Так и роскошь, по-видимому, ничего не представляет страшного. Но отсюда пьянство и бесчисленное множество зол, сопряженных с пьянством. Итак, во всем будем истреблять начало грехов. Для этого вы получаете непрестанное наставление каждый день. Для этого мы сряду семь дней делаем собрание, предлагая вам духовную трапезу, давая вам вкушать от божественных изречений, приготовляя вас каждый день к борьбе, вооружая вас против дьявола, так как ныне он с терепея нападает. Чем больше дар, тем больше и борьба. Если дьявол не потерпел, видев одного в раю, то как, скажи мне, потерпит он, видя столь многих на небе? Ты раздражил зверя, но не бойся. Ты получил большую силу и заощренный меч. Им поражай, змия. Для того Бог и попустил ему расцверепеть против тебя, чтобы ты на самом опыте узнал могущество силы твоей. Как превосходный учитель ротоборства, взяв какого-нибудь ротоборца, нечистого, бессильного и находившегося в пренебрежении, и намастив его, обучив, исправив тело его, не позволяет ему потом оставаться в бездействии, но повелевает выйти на подвиги, чтобы показать на опыте, какая сообщенная ему сила так сделала Христос. Он мог уничтожить врага. Но дабы ты познал превосходство благодати, величие духовной силы, которую ты получил в крещении, он попускает ему вступать с тобою в борьбу, доставляя тебе много случаев к получению винтов. Поэтому семь дней сряду вы пользуетесь наставлениями, чтобы в точности научиться приемам борьбы. С другой стороны, совершающиеся теперь есть духовный брак, а брачное торжество продолжается семь дней. Посему мы установили, чтобы вы семь дней присутствовали здесь, при этом в священном браке. Но там после семи дней торжество прекращается. А здесь, если хочешь, можешь постоянно присутствовать при священном браке. В мирских браках невеста после первого или второго месяца бывает уже менее любезной жениху. А здесь не так. Но чем больше проходит времени, тем пламеннее делается любовь жениха, тем искреннее объятие, тем духовнее общение, если мы будем бодрствовать. Кроме того, для тех после юности наступает старость. А здесь после старости юность. Юность, никогда не имеющая конца, если мы захотим этого. Велика благодать, но она будет еще больше, если мы захотим. И Павел был велик, когда крестился, но стал еще больше впоследствии, когда проповедовал, когда провергал иудеев. Потом он был восхищен в рай, восходил на третье небо. Таким образом и нам можно, если пожелаем, возрастать, увеличивать благодать, данную нам в крещении. А увеличивается она через добрые дела, делается светлейшую и нам доставляет яснейший свет. Если это будет, то мы с великим дерзновением войдем в брачный чертог вместе с женихом и станем наслаждаться благами, уготованными, любящим Его, которых досподобимся всем и благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, в котором Отцу и Святому Духу слава и поклонения во веки веков. Аминь.